Библейский портал экзегет.ру представляет Достаточные отцы, братья, сёстры! Мы продолжаем наши занятия по псалтыре царя Давида. Помяне Господи царя Давида и всю крот и всюду. И сегодня с Божьей помощью мы будем читать Третий Псалом. Надо сказать, что не все псалмы имеют надписание, что это псалмы Давида. Есть псалмы с другими надписаниями и есть псалмы совсем без надписаний. И считается, что те, которые с надписанием, «Мизмор ле Давид» по-еврейски, «Мизмор ле Давид», Псалом Давида, это точно Давида, и без надписаний, тоже считается Давида, а которые надписаны там другими именами, там как бы другие авторы. Этот псалом называется «Псалом Давида, когда он бежал от Ависалома, сына своего». Ависалом – это был любимый сын царя Давида, который был, прямо скажем, семейной драмой царя Давида. Ависалом был избалованный сын царя Давида. К сожалению, Ависалом не наследовал лучшие качества своего отца, и он очень гордился своей красотою. И в Библии сказано, что Ависалом, он был самый красивый мужчина в еврейском народе. И у него были такие красивые волосы, которые он стриг один раз в год, потому что они так росли хорошо. И когда он стриг свои волосы один раз в год, то взвешивали эти красивые волосы и устанавливали, какой вес. То есть за ним следили, за его внешним видом, за его красотой. Но, к сожалению, душа Ависалома не была такой, такой же красивой, как его тело. И он все время ревновал славе своего отца. И ревность переходила все границы. И он делал так. А он подходил к царскому дворцу и, не доходя до дворца, стоял на дороге, по которой шли просители во дворец. Там был специальный вход для просителей, которые шли со своими просьбами к царю Давиду, к его чиновникам. И Ависалом останавливал этих людей, ну, как сын царский, и спрашивал, с каким вопросом вы идете? И люди рассказывали, какая у них беда. И Ависалом говорил, вот если бы я был бы царем, я бы ваш вопрос решил бы очень быстро. И он начинал объяснять, как бы он решил вопрос. Это очень напоминает предвыборную кампанию. Как сейчас выступают люди во время предвыборной кампании, и они говорят, услышав какой-то вопрос, мы бы, конечно, иначе бы решали бы все, иначе бы поступали бы, иначе бы действовали. И в конце концов, Весалом восстал против отца, и Давид бежал из Иерусалима. И вот этот Псалом, он так и называется, Псалом Давида, когда он бежал от Ависалома, сына своего. То есть, когда он бежал из Иерусалима. И с Давидом сначала пошла очень незначительная часть людей, небольшая часть людей. И когда Ависалом стал править в Иерусалиме, то в городе воцарился такой хаос, все, что он обещал, он ничего не исполнил. И сначала у людей были такие надежды на Весалома. Он, как сказано в Библии, вкрался в сердца израильтян, как змей, который заболзает куда-то. А в результате вскоре все разочаровались и стали бежать к Давиду. Целыми семействами убегали к нему, находили Давида, где он прятался, от Ависалома. Восстание Ависалома, оно было подавлено, сам Ависалом был убит. Причем царь Давид был против этого. Он умолял своих военачальников, не причиняйте вреда отроку моему Ависалому. И когда ему доложили, что Ависалом мертв, погиб он так. Он на муле убегал от преследователей, от людей Давида, и его красивые волосы закрутил ветер. А он скакал под огромной смоковницей, и волосы запутались в кривых сучьях смоковницы. Мулу скакал, и он повис между небом и землей. И люди Давида, вопреки приказу царя, они добили его, висящего в таком положении. А Давид, узнав об этом, кричал «Сын мой, Ависалом! Сын мой, Ависалом!» По-еврейски это «Бен Эвшалом! Бен Эвшалом!» Итак, Псалом называется Псалом Давида, когда он бежал от Ависалома, сына своего. Значит, этот Псалом принято читать в опасности, когда человек преследует неприятности в жизни, какие-то гонения против него, то рекомендуется читать этот Псалом. Свидетель Афанасий Великий пишет, так гласит надписание, предпоставленное Псалому, Псалом Давида, когда он бежал от Ависалома, сына своего. Давид, имя это толкуется, как вожделенный, а таков лик пророков, а посему, как Ависалом замыслил возмущение против отца своего, то есть Давида, так и иудеи, восставали против отцев своих пророков, не приемля божьих повелений, но противясь им. Афанасий Великий настаивает на том, что под видом политического, в общем-то, переворота, династического переворота, скрывалась неприязнь Давида как пророка. Пророк – это человек, который собеседует с Богом. Таких людей всегда очень мало. Эти люди умели различать голос Божий, и Господь разговаривал с ними, как с друзьями своими. А Давид – это особый друг Божий. Вот в Библии это подчеркивает сам Господь, называет Давида мужем, который по сердцу Божию. То есть Господь очень любил душу Давида и заботился о нем. И люди с завистью на это смотрели. Изгнание Давида из Иерусалима проходило так. Авесалом вне Иерусалима объявил себя царем. Заиграли на шафарах. Такие трубы были специальные. И стали кричать, что жив царь. Авшалом, то есть Авесалом. Хай, Мэлэх, Авшалом. Кричали они. Жив царь Авесалом. И к этому мятежу пристали очень многие люди. Причем не обязательно, что это были плохие люди. Вот сначала, когда Авесалом покидает Иерусалим, в книгах царей говорится, что с ним пошли плохие люди. А во время восстания в Иерусалиме, когда Давид убегает, здесь пристали другие люди. Среди них были люди очень почтенные. И второй стих. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Сразу возникает вопрос, а почему многие восстают на него? Неужели все так вот за этого Авесалома? Дословный перевод, ближе к дословному, будет такой. Второй стих. Господи, как многочисленные враги мои, великие восстали против меня. Что значит великие восстали против меня? Великие в Писании, великие в законе Божьем, учителя, священники, законы учителя, они присоединились к этому мятежу. С чем это было связано? Это было связано с тем, что Давид совершил прелюбодеяние и погубил мужа Версавии, который забрал к себе. И по закону Божию его можно было побить камнями. И именно поэтому многие присоединились к этому мятежу и поддержали Авесалома, хотя вскоре эти великие, они пережили разочарование в Авесаломе, потому что Авесалом вел себя более чем неприлично. Он сделал шатер на крыше дворца, ввел туда царских жен и днем на глазах у народа вошел в этот шатер. Он мог ничего там и не делать с ними, с женами Давида, но это было оскорбление Давида, это как бы унижение вот этого его гарема, как бы сейчас сказали бы. Надо сказать, что в некотором случае Давиду не простили до конца, до конца его дней. Вот обратите внимание, в псалмах он часто говорит, что многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Это будет и здесь, третий стих, и в других псалмах. И я вам уже как-то рассказывал. Вот этот текст известный «Возрадовалась душа моя, о сказавших пойдем в дом Господен». Мы многие знаем этот текст, но по-еврейски он читается не так. «Возрадовалась душа моя», говорит Давид, «о сказавших обо мне скоро пойдем в дом Господен». Что это значит? Я напомню. Бог сказал Давиду, ты не построишь дом Господен, потому что ты много воевал, много пролил крови. А вот сын твой, Шломо, то есть мирный, Соломон, он построит храм. И когда Давида видели, он идет старый, уже нет здоровья у него, близок к смерти, и он слышал, люди говорят, «О, скоро он помрет, наш Давид, и мы пойдем в дом Господен». И какая же реакция должна быть у Давида? Давид говорит, «Возрадовалась душа моя, о сказавших обо мне, скоро он помрет, а мы пойдем в дом Господен». То, что для него важнее был храм, и он понимал, если он препятствует к построению храма, храм будет построен после его смерти, и это наполняло радостью сердца Давида, что скоро он умрет, и его сын, по слову Божию, построит храм. А Давид мечтал, хотя он мечтал войти в этот храм, он понимал, что этого не произойдет. Пятый, Псалом, восьмой стих, Давид восклицает, «А я, помножеству милостей Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему». Конечно, он имел в виду небесный дом Божий, но в то же время мечты о храме, они не покидали его. «Господи, как умножились враги мои, многие, то есть великие, восстают на меня». Эфимий Зигабен, византийский экзегет XII века, дает истолкование. «Тяжело скорбя, что подвергается такому злоумышлению со стороны своих домашних и друзей, потому что самые близкие восстали против него. И, устремляя мысли к единому Богу, пророк спрашивает, из-за чего с каждым днем все более и более увеличивается число его врагов? Их именно назвал он стужающими, которые целыми толпами присоединяются к отце убийцы Ависалому. «Какая тому причина, когда сам он, то есть пророк, не причинил ни одному из них никакой обиды?» Этими словами намекается также и на злоумышление демонов против нас. «Многие, мнозий восстают на меня» – это сказано для пояснения выражения умножившихся. То есть врагов становилось все больше и больше. И Фимий Зигабен говорит, самые главные враги Давида и любого праведника – это бесы. И бесы не прощают нам никаких наших грехов. Они считают, что если мы согрешили, то мы принадлежим им. Потому что у каждого греха есть как бы бес-охранитель этого греха. К сожалению, те люди, которые не прощают другим их согрешения, они как бы уподобляются бесам. И это совершенно недопустимо с точки зрения христианства все время напоминать человеку о его падении. И вот Давид страдал, можно сказать, до самой смерти, он прожил 70 лет за то преступление, которое он совершил. Хотя Господь говорит о нем через пророков, Давид был непорочен во всем, кроме вот этого случая, женою Урия, хитаянина. Третий стих Давид восклицает, «Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге». Более близкий к оригиналу текст получится такой, «Многие говорят обо мне, вовеки не придет ему спасение от Бога». То есть ни в этой жизни, ни в будущем. То есть вот так его ненавидели, так вот ненависть окружила его. Такое случается. Сначала человека превозносят, а потом какие-то слухи, сплетни и вдруг дикая ненависть, нетерпение, разочарование в человеке. Особенно такое часто случается с политиками, с людьми, которые у власти. Поэтому мы молимся за наших властей, чтобы они не ожесточились от такого состояния. То есть люди вынесли как бы приговор Давиду, что ни в этой жизни, ни в будущей Господь его не простит. Но надо сказать, что Господь простил Давида не просто так. Давид понес наказание. Ребенок, который родился от Версавии, от этого Саидия незаконного, он заболел, и Давид наложил на себя тяжелый пост. Он разорвал одежды свои, он носил какие-то вретища на себе, ничего не ел, ничего не пил. Этот ребенок умер. И слуги Давида боялись доложить царю, что ребенок умер. Потому что они думали, если он так переживал, когда ребенок был болен, то что же произойдет, когда доложат, что вот он умер. И шуфрукались по углам. А Давид это заметил, и он спросил, что случилось, и ему сказали, что умер его ребенок. Тогда Давид пошел умылся, поел, одел обычную царскую одежду. И слуги его спросили, а почему, когда ребенок был болен, ты так убивался, а теперь ты как бы привел себя в порядок. Давид говорит, тогда была надежда, когда ребенок был еще жив, была надежда, сейчас уже нету, сейчас уже нету. Но главное, это то, что наказав Давида, Господь простил Давида. Это наказание носило педагогический какой-то характер, воспитательный. Ребенок – это чистая душа, он, конечно, оказался в раю, потомок Давида. Но люди по-прежнему шептались, нет ему спасения в Боге. Бог его не спасет. И если людям свойственно прощать, свойственно просто прощать себе буквально все, то вот хуже мы прощаем других людей. А особенно людей, которые занимают какое-то высокое положение в обществе, в церкви, там, в городе, в котором мы живем. Вот таким людям очень тяжело достается, можно сказать, по полной программе, потому что все вспоминают то, как они оступились. И Афанасий пишет, Афанасий Великий, «Несть спасение ему в Бозе его», говорили люди. «То есть Бог его не спасет его», думали они, «ибо смотрели только на содеянный им грех, не зная покаяния его». А это ясно показывает, что Псалом рассказывает о Давиде, ибо восставать, собственно, говорится о тех, которые прежде были в подданстве, потом они восстают против правителя, потом предприняли войну. То есть здесь говорится о настоящем восстании, перевороте, если хотите. И вот Афанасий Великий произносит очень правильные слова, «Люди смотрели только на содеянный им грех, не зная покаяния его». А вот мы знаем покаяние Давида, знаем, это 50-й Псалом. «Помилуй меня Божий, повелиться в милости Твоей, помножество щедрот Твоих, очисти беззаконимое». И Давид научил покаянию целую вселенную. Мы знаем покаяние Давида наизусть. Это 50-й Псалом, Псалом покаянный, и действительно Давид даже в падении своем, особенно в раскаянии, он научил всю вселенную. И этими словами люди молятся, как только человек впадает в состояние греха, читают или этот Псалом, или читают, «Господи, из глубины в озвах Тебе, услышь, мя Божий». Итак, Давид находился в абсолютно стесненных обстоятельствах. Великие восстали против него, народ восстал против него, и людям казалось, что Бог никогда не простит его. И мы читаем 4 стих, собственно, слова Давида, «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою». Давид верит в то, что Господь его не оставляет, что Господь щит перед ним, который защищает его от человеческой неприязни, что Господь по-прежнему слава его, и Господь возносит голову его, то есть избавляет от печали. Дословный перевод почти такой же, «Но ты, Господь, щит предо мною, ты даруешь мне славу и гордость». Возносишь голову, то есть ты возвращаешь мне мое достоинство. Поэтому дословный перевод получается гордость. Но гордость – не гордость за себя, если он говорит, что Господь слава моя. Это гордость за то, что он имеет такого Бога, который прощает его, который от печали возносит, поднимает голову его, не ради гордыни самого себя, а ради превозношения славы Бога. Нечто подобное Бог говорил Аврааму, когда была битва в долине царей, то патриарх Авраам вступил в битву, чтобы освободить своего племянника Лота. Но после битвы он испытал страх. Он боялся, может быть, во время этой битвы был убит какой-нибудь праведник, с той или с другой стороны. И он очень переживал. И тогда Господь явился Аврааму и сказал, не бойся, я щит твой, награда твоя велика. Так вот, щит в Новом Завете означает веру. Возьмите щит веры, сказано в посланиях Павла. Поэтому, когда все начинают плохо к нам относиться, плохо говорить о нас, мы должны взять в руки щит веры. А что значит взять в руки щит веры? Если бы щит висел на стене, мы бы сняли и взяли в руки. На самом деле, источник веры один. Сказано вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Значит, взять в руки щит веры, начать читать Писание, через которое вера усиливается. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Поэтому, когда Давид говорит, «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою», Давид начинает с того, что вера его является основанием для него, что Бог милостивый, милосердный, что Господь промышляет о нем, позаботится о нем и вознесет главу его. Людям бывает очень страшно, обидно, когда близкие начинают их поносить. И когда это делают даже не за глаза, а в лицо, и мы знаем, что когда Давид выходил из Иерусалима, то там один благочестивый человек шел, швырялся камнями в Давида и призывал других, «Давайте побьем его камнями!» Проклинал Давида. А вокруг Давида были воины, которые готовы были убить этого человека, но Давид их остановил. И Давид сказал, «Если сын родной напал на меня, что же будете мстить этому человеку?» То есть, все было как бы против него. И вот этот псалом – это псалом отчаяния, который все-таки возносит голову человека от печали, усиливает веру. Святитель Афанасий Великий пишет слова, приличные вере пророка, который непоколебимо переносит столько несчастья и уповает, что не будет оставлен. Напротив же того, берет себе помощь, вознесется и воспримет царство, и обретет помощь, ибо это, по толкованию некоторых, значит, вознося и главу, то есть, вернется царем в Иерусалим. Посему слава праведника Бог, на которого уповает Он. А кому слава Бог, тот вознесет главу. То есть, слава любого праведника – это не его праведное деяние, потому что обязательно среди праведных деяний найдется какой-то грех. А грех перечеркивает все праведные деяния. Как сказано, виновен в одном, виновен во всем. Но праведный прибегает к Богу. как сказано, имя Божие крепкая башня и правильно делает праведник, когда убегает в нее во время опасности. То есть, имя Бога, которое мы произносим на молитве, это как крепкая башня. Мы убегаем, и мы там защищены от людей, которые нас не могут терпеть, от бесов, от демонов, которые там шепчут на нас людям и так далее. Поэтому Господь никогда не переживет разочарование своих верующих. Как сказано, что верующий падает перед своим Господом, и перед своим Господом будет восстановлен. Так же сказано, праведный семь раз падает, семь раз подымается. Имеется в виду праведность от веры. То есть, Господь Сам очищает нас своим Божьим прощением от любой скверны. Поэтому надеяться найти понимание у людей очень трудно. Они действительно, подражая бесам, ничего никому не прощают. А в Боге мы обретаем надежду на спасение и главное Божье прощение. И если человек спросит, а до какого предела дойдя, я уже не могу примириться с Богом? Такой предел это физическая смерть. А пока человек жив, это значит, есть какое-то намерение Божие относительно человека. Как сказано, долготерпение Божие ведет к покаянию. И вот Давид в этот тяжелейший момент, когда он бежит от сына, когда его все поносят, великие восстали против него, он молится. Но ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и ты возносишь голову мою, глазом моим взываю к Господу, и он услышит меня со святой горы своей. Дословный перевод 5 стиха будет такой, голос мой взывает Господу, и он всегда отвечает мне со святой горы своей. То есть не просто слышит, Господь не просто слышит, но Господь и отвечает на наш молитвенный вопль, и Бог не замедлит, всегда поспешит, чтобы ответить на наш возглас. вот вот если кто-нибудь из вас читал окончание третьей книги царей, там рассказывается про нечестивого царя Ахава, которому пророки вынесли приговор, что собаки съедят его тело, ничего не останется. И вдруг этот Ахав покаялся, и Господь сразу услышал его покаяние, хотя уж приговор был вынесен на небесах, пророки ему это все озвучили. И три года Ахав жил спокойной жизнью, да, он умер, была пролита его кровь, он умер на колеснице, и когда колесницу мыли, действительно собаки лизали эту кровь, но тело его похоронили во гробе, потому что когда привезли в город, сразу вынули из колесницы тело, обмыли, как положено положили в гроб с отцами, хотя это был нечестивый человек, но Бог сразу же откликнулся на его призыв. Вот на чей призыв Господь не сразу отвечает. Вот если грешник обращается, Господь сразу ответит. Если благочестивый обращается, Господь может помедлить, чтобы увеличить награду благочестивого. А в случае с грешником Бог не будет медлить, Он знает, что грешник может впасть в уныние не погибнуть сразу, если Господь ему не ответит, не поддержит его. Поэтому мы в Библии видим, что Бог беседует с Каином два раза до убийства Авеля и после, а с Авелем ни разу не беседует, не сказано об этом. То есть Бог очень чутко относится к нам, так как мы разные люди, Он по-разному к нам относится. И мы священники, если мы видим, вот человек пришел первый раз в храм, мы отпускаем ему все его грехи. Мы не уверены, что он еще придет в храм. И никогда не даем какую-то эпитимию. Если видно, человек невоцерковленный. А если приходит человек воцерковленный, мы его знаем, у него духовная брань идет такая, мы можем эпитимию дать для исправления, можем повременить с отпущением какого-то греха. Это допускается. А простому человеку нельзя сказать 5 лет не причащайся. Он вообще всю жизнь не причащался. Он первый раз пришел. Он тогда уйдет и никогда не появится в храме. Поэтому не надо удивляться, что когда человек в состоянии греха, Бог слышит его и быстро приходит на помощь. Это как врач, который заходит в палату, он идет мимо тех, которые идут на выздоровление, быстро подходит к тем, которые еще в тяжелом состоянии, им нужна помощь врача. Эфимий Загобен пишет, едва только говорит я возвал чувственно, то есть устами или мысленно, тотчас же и услышал меня Бог. Ибо Господь близок ко всем призывающим его. Горою, горою святую пророк называет Сион, горою святую пророк называет Сион, где как веровали обитает Бог и где беседует он с людьми достойными сего. Но под святой горою можно также разуметь небо, которое мы называем жилищем Божьим. Здесь очень красиво Эфимий Загобен пишет о горе Сион, что она как бы является символом неба. И книга Исход позволяет так предполагать, потому что там рассказывается, что когда Моисей поднялся наверх горы, он оказался у подножия другой горы. То есть он поднимается на обычную гору, на самый верх поднялся и понял, что это подножие открывается, то есть другой мир уже божественный, другие высоты. и для него это было потрясение. И когда Господь проявляет милосердие по отношению к нам, в каждом случае это потрясение для человека, мы это чувствуем, когда вместо гнева вдруг милость, вместо наказания благословения, вместо проклятия, болезни, скорби, исцеления. И Давид восклицает, ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Что означают эти слова? с еврейского дословно я ложусь и засыпаю. И придет этому конец, потому что Господь поддержит меня. Дословный перевод немножко сложнее, но смысл ясен. пока я жив, ложусь я и сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. А когда этому придет конец этой жизни, Он и там не оставит меня. Смерть имеет образ в нашей земной жизни. Это сон. Сон это образ смерти. Сон это икона смерти. помните в вечерних молитвах мы читаем слова «Неужели одр сей гроб мне будет?» И в этом смысле сон это всегда как бы икона смерти. Но мы ложимся и просыпаемся и так будет до конца нашей земной жизни, потому что Бог всегда заботится о своих людях. Блаженный Августин пишет «Не умолчали пророчества псалмов и о воскресении Христа». Он здесь видит христологический смысл. «Ибо о чем другом поется в псалме третьем от лица его?» То есть от лица как бы Господа. Так понял Августин. «Ложусь я и сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Христос лег во гроб, как бы уснул во гробе и на третий день восстал из гроба. И это надежда для нас, что если мы уснем и не проснемся, Господь, который сам воскрес, Он воскресит и нас. Таким образом, сон это образ смерти, а пробуждение икона воскресения. Сон как икона смерти, а пробуждение наше это икона воскресения. Потому что когда мы уснем и не проснемся, будем лежать в могиле, но это прекратится, как сон прекращается и каким бы он не был тяжелым, легким, мы пробуждаемся и новый день приносит нам новые благословения. Как в Библии сказано, что Бог каждый день обновляет все свои благословения. И в том новом мире будет обилие благословений, совершенно новых, будет новая земля, новое небо, новый Иерусалим, и мы будем другими людьми, как я вам часто объясняю, все одного возраста, 33,5 года, не будет болезни, печали, воздыхания. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Воскресает Давид в седьмом стихе. Если вы следите по славянскому тексту, он отличается от русского перевода. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Давайте посмотрим, как дословно будет. Я не боюсь сонмище людского, что уничтожает все кругом меня. Конечно, те, которые ополчились на нас, это демоны и бесы. Но демоны и бесы могут ополчиться на нас через других людей. Они не могут вот так вот самостоятельно подойти к нам, толкнуть нас, что-то сделать, потому что их власть теперь очень ограничена. Максим Исповедник пишет «Вокруг это спереди, сзади, справа и слева». Вот эти слова «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». Максим Исповедник объясняет, то есть «Вокруг ополчились это спереди, сзади, справа, слева». Так вот бесы ополчаются на нас спереди. Что значит спереди? Когда прельщают наружностью материи, потому что спереди у нас что? Глаза. И мы видим, что-то красоты какие-то. Сзади, когда через предвкушение приводят в движение воспоминания порочных помыслов. Действительно, всякие воспоминания греховные, они как вот рой пчел копошатся. Слева, когда сокрушают душу безудержными плотскими страстями. Справа, когда ополчаются на душу, вооружившись тщеславием и гордостью. То есть, мы как бы окружены, мы как бы в блокаде некой пребываем. А самая большая беда во время блокады – это не хватает пищи. Любая блокада – это проблема с пищей. А пища духовная для нас – это тело Господа, истинная пища и кровь его истинное питье. И мы прорвем блокаду. Потому что, когда человек причащается, бесы не могут находиться вокруг него. Потому что отцы говорят, что когда ты причастился, идешь домой, то ты для бесов как рыкающий лев. Они чувствуют в тебе присутствие тела и крови Христа, и они в ужасе с визгом разбегаются в разные стороны. То есть как бы блокада прорвана, и мы должны сохранять это состояние. И пока мы не изгоним Христа из себя, Христа, которого принимаем в причастие из своего сердца, пока не изгоним его грехами своими. Бесы не решатся к нам так просто подойти. А если какой-то один грех допустим, они сразу набегут с другими грехами, с другими предложениями, потому что один грех он цепляется за другой. То, что Давид говорит, ложусь, я сплю и встаю, ибо Господь защищает меня, это показывает то, что он мог спать в таких тяжелых обстоятельствах. Многие люди в таком бы состоянии, когда за тобой все гонятся, твой родной сын против тебя хочет тебя убить, не смогли бы уснуть. А молитва давала Давиду спокойствие. Он призывал имена Божия, это успокаивало его. и он становился бесстрашным, не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. И далее Давид восклицает восстань Господи, то есть воскресни Господь, спаси меня Божий мой, ибо ты поражаешь вланиту всех врагов моих сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасения над народом твоим благословение твое. Как это будет на оригинальном языке? С оригинала. Восстань Господь, будь спасителем моим, Бог мой, это ты даешь пощечину врагам моим, разбиваешь зубы злодеям. На Господе спасение, на народе твоем благословят тебя вовеки. Действительно, когда мы просим Господа, чтобы он восстал и заступился за нас, это обычно происходит тогда, когда мы теряем всякую надежду на человеческую помощь. Но по-настоящему это происходит тогда, когда мы переживаем разочарование не только в других людях, но и в самом себе. Ведь Давид понимал, что вот эти гонения против него, он сам этого заслужил своими неправедными деяниями. Поэтому он не спрашивает за что. Он мог спросить, для чего, Господи, ты мне это даешь? С какой целью ты попустил то, что сын восстал против меня, великие из народа восстали против меня, бесы эти со всех сторон окружили меня. и в результате, в окончании псалма мы видим, что глубокое упование на Бога проявляется именно в таких обстоятельствах. Вот почему Бог посылает такие обстоятельства. Когда мы произносим самые пламенные молитвы перед Богом, даем обещание, когда нам поставили тяжелый диагноз, когда у нас какие-то серьезные проблемы на работе, когда страдают наши родные и близкие. Это самые горячие, самые пламенные молитвы. Вот причина, почему Бог посылает нам те или иные сложности, чтобы мы усовершенствовались. Ефимий Зигабен пишет, Господнее спасение – это также благодарственное восклицание, которое означает, что спас его Господь, а не другой кто-либо. И на людях Твоих благословение Твое. И не зашло, говорит, благословение Твое на народ Твой, или на тех, которые вместе со Мною терпят нападение от многих врагов, или же вообще на целое Мое Царство, или, наконец, на народ, состоящий из верующих во Христа. Под благословением должно разуметь мир и благоденствие Божие, как следствие благословения Божие. Вследствие чего, как сам этот народ прославил Бога, так и всякий другой, кто только видел, какую помощь получил пророк от Господа. Толкование Эфимии Зигабена настаивает на том, что вскоре все люди поняли, что не так все просто с Давидом. Да, Давид согрешил, но Давид Божий человек. Он согрешил перед Богом, он же и раскаялся перед Богом. И самое главное, то, что Давид не впадает в отчаяние, он сохраняет веру, надежду, любовь. Он не перестал даже любить своего сына, Авесолома, который искал, как убить собственного отца. И вот эти качества, если они присутствуют в нашей душе, возможность прощать, миловать, немстительность, они означают, что есть надежда на исправление. Даже если мы совершили какие-то ошибки, которые нам представляются непоправимыми, в Боге каждый кающийся может начать жизнь заново. И самые последние слова, которые мы уже читали, это как бы решение всех проблем. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь вланиту всех врагов моих. Сокрушаешь зубы нечестивых, от Господа спасения над народом твоим, благословение твое. И самое последнее, на что надо обращать внимание, я об этом уже говорил, напомню, для тех, кто не слышал, когда мы читаем в Псалтире, там, сокруши зубы нечестивых, там, ты поражаешь вланиту всех врагов моих, не надо иметь в виду людей, надо иметь в виду бесов и демонов, которые действуют через людей. А любой человек, который поддается агрессии бесовской, он, на самом деле, тоже жертва. Поэтому мы призваны в Новом Завете любить врагов, благословлять проклинающих, молиться за обижающих. И, как писал святитель Иоанн Златоуст, ничего общего у нас нету только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного, который посылает нам одни и те же законы. Итак, третий Псалом мы читаем тогда, когда гонение, преследование, страх сковывает наше сознание и Давид научает нас, как находить слова в такой ситуации, какие слова и как их произносить перед Богом. Спаси Господь! Господь!